гипноз гипноз так максим это вы вопрос задаете гипноз поясните более подробно вас интересует если гипноз существует он или нет есть такой момент то есть сам гипноз это но учеными он ставится под вопрос сам гипноз но я думаю он существует он существует но им владеют владеют очень малое количество людей думаю это мою мое личное мнение исходя из знаний психологии больше всего есть такой термин как человек подвержен как бы гипнозу то есть как-то такой термин есть гипно гипнабельный гипнабельный то есть поддающийся гипнозу но на самом деле гипноз гипноз это это вера твоя того человека которому ты пришел которому ты веришь абсолютно и поэтому поэтому воздействие этого человека с которым ты контактируешь ты абсолютно в это вере что он это может и происходит такой момент как наверное скорее всего плацебо понимаете то есть верой в другого человека ты внушаешь что он там какой-то гипнотизер и что он воздействует на тебя но я думаю здесь это больше вот работает как бы самовнушение но люди это трактуют как как другой человек владеет гипнозом и воздействует на тебя как бы но на самом деле я думаю о большей части ты ты именно воспринимаешь от него и некую информацию именно за счет того что ты веришь в то что он вот на тебя воздействует вот это происходит как-то так это происходит как-то так но но в действительности в действительности вот я изучал я ну как когда у меня есть время я не полностью как бы погружен в психологию потому что нету просто времени и финансов чтобы заняться поймите одну вещь что люди которые изучают заинтересованы некой наукой там это люди философские и нужно полностью пару ну если тебе интересно это полностью погружаясь в эту в этом направлении в котором тебе интересно но дело в том что мир создан так что нужно нужны деньги нужны деньги потому что никто там хлеба тебе бесплатно не даст никто эти там коммунальные услуги не про не простит так бы за все нужно платить и поэтому погруженность отдавание себя некому изучению и погружению туда требую требует финансы как и все остальное то есть влечет за собой именно финансовый след это это неизбежно как бы и без этого никак поэтому мне нету как вам сказать нету такой возможности у меня какой бы мне хотелось чтобы полностью погрузиться в это хотя одно время на на два-три месяца как бы был очень увлечен я уходил именно психологию я очень много над этим думал складывал пазлы эти ребусы как я говорю себя в голове снова и снова там добывание к информацию с источников в основном это с youtube с повествование разных ученых я уже понимал к тому времени как это все происходит как это устроено и вот в такие как говорится уже в глубинные вещи я туда заходил залазил туда туда поглубже уже понимаете но вернемся гипнозу ну это чисто моя мое мнение я не говорю что она это действительно так но гипноз интересная штука что чем я вот например один из моментов чем я могу связать это способность человека способность человека телепатическая способность что такое телепатическая способность это способность нами передавать свои мысли мысли другому человеку на расстоянии и что интересно длина расстояния не зависит то есть телепатические спасу на телепатические способности не влияет не влияет расстояние не влияет расстояние там я где-то смотрел приводились примеры такого как бы передача вот этих мыслей особенно интересно она связана где-то она прослеживается это вот у людей близнецов близняшек они очень между собой связаны именно вот на ментальном духовном этом уровне и когда вот одному например одному из этой пары плохо то 2 где бы он не был он это чувствует он это чувствует она как он это а как это происходит значит у них есть вот эта телепатическая связь то что называет вот этим не телепортация а вот эта телепатическая связь именно на уровне вот на этом уровне и поэтому информация и ощущение вот как он может чувствовать что его брату там мы либо сестре близняшки на другом конце света вот там плохо и у него приходят мысли и ощущения но при этом он не имеет информации переданной там по телефону либо там еще по каким-то гаджетом а это просто происходит вот на таком телепатическом уровне телепатическом уровне еще я видел такой интересный момент люди которые владеют своими мыслями то есть если ты умеешь ими управлять есть способность вот как-то человек объяснял я думал над этим и приблизительно приблизительно я понимал как это происходит вот если ты можешь мысль удержать у себя в голове значит ты можешь ей управлять то вот если ты можешь некую мысль держать ты можешь человеку и и как бы внедрить ему в мозг ударить по его нейросети каким способом смотрите я думаю как без словесно без словесно то есть вот сейчас я говорю слова это речь это идет речь а телепатическая способность это когда ты не разговариваешь когда ты думаешь когда ты думаешь и что-то отправляешь куда-то вот чем разница но вот про внедрение через я думаю через языковой вот этот вариант то есть через разговор слова вот я озвучиваю некий звук а что это происходит это происходит я отторгаю от себя вибрацию вот я говорю слова от меня уходит вибрация вибрация то что это волна это волна то есть и вот получается я словом могу ударить по вашей нейросети то есть иными словами внедрить свое слово в вашу голову понимаете то есть вибрация пошла а вы вот этими через слух восприняли и вот эту вибрацию она вошла и где-то там зафиксировалась у вас мозгу вот примерно это происходит так но это я образно поверхностно обрисовываю как я это понимаю вот вот насчет того существует ли вот эти экстрасенсы потом не телепаты как блин психологи парапсихологи да вот весь этот ряд именно как было воздействие на человека через энергетику также ведьмы так называемые целители да но принцип принцип воздействия он один и тот же это волновое воздействие как бы воздействие энергетикой слабо здесь ну словно это что волна вибрация волна пошла все это воздействует на нейросеть потому что нейросеть этот это что это тоже волны электрические волны понимаете и поэтому вот это взаимосвязь волновая взаимосвязь между мозгом и нашими словами точно так весь мир устроен все в мире связано между собой как я уже рассказывал живые неживые как бы живые организмы неживые там дома и так далее там звезды все они мы состоим из молекул молекулы они отторгают от себя энергию 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 и поэтому у нас получается мы живем как бы вот всемирной такой паутине то есть в таком энергетической как бы сети которая она непрерывно она не выключается она у нас постоянно то есть постоянный уровень напряжения вот этой энергетической сети и мы вот как некая в масштабе вселенной мы молекула в этой энергетической большой матрицы и мы вот в ней находимся и постоянно все все связано энергетическими потоками все все вокруг и вся вот так 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 поддерживается канал вот этими пальчиками лайками и да по возможности ребята не забывайте поддерживать над со стороны вот этих то что я рассказывал то что за все как говорится надо платить то есть финансово финансово так ну вот уже нашло много вопросов вот и дождались четверга здравствуйте александр здравствуйте как прорабатывать откаты откаты прорабатываются за счет усовершенствования навыков тех навыков вот того объема навыков которые я даю даю в своем канале всю эту информацию и за счет усовершенствования развития своих навыков ты быстрее начинаешь выходить с этих откатов ты быстрее начинаешь справляться с тем что с тобой происходит с тем что с тобой происходит ну вот это я вам образно объяснил как бы как как это работает как это работает но а тонкости что на что надо делать это уже как вам сказать это в двух словах не объяснишь там нужно понимать где в каких случаях и как работать тянет лоб и слегка голова такая как фата трясешь боль слегка и будто слабость ну вот это похоже на тревожный мозг она у меня тоже такое было у тебя он там когда тревожится есть такое ощущение что он как бы отошел от плоти да и вот он как бы там как желе какое-то вот как будто он там сам по себе вот такое ощущение что он там как я сказал отошел от плоти где-то так висит он болит жужжит и и вот такое это такое ощущение что вот он у тебя поднялся и упирается в эту кость и вот такое ну вот такое чувство вот мне его тяжело писать его тяжело описать это чувство вот как будто он уперся вверх и вот такое неприятное очень состояние болевое такое тревожно когда тревожно мозгу там ощущение они абсолютно разные не как бы меняются они по-разному вот ты ощущаешь вот этот свой тревожный мозг когда там происходит вот вот эти все вибрации тревожности которая которая у нас возникают в нашей голове и поэтому там симптоматика на разное но главное главное не пугаться этого не не пугать самим себя потому что там такие вещи происходят у меня было ощущение что у меня там мозг спаялся вот одно из ощущений вот она как будто там вверх как ты как бы определенная часть и соединилась с другой определенной частью вот как будто его там стянуло ли спаяла вот как будто но раз и и вот ведь его как бы стянуло был даже такой момент даже не меня немного пугал мне было ощущение что там как будто что-то оторвалась или спаялась стоит момент такой как будто там произошла уже какая-то физиологическая деформация в этом могу но я как-то усвоил одну вещь что чтобы с тобой не происходило не бойся этого потому что с тобой делает это это делает с тобой тревога вот у меня как-то это убеждение внедрилась мозгу я как-то в это уверивал потому что я понимала что что проявлений проявлений физиологических тревог тревогой делается очень много и они разнообразные они абсолютно разнообразные и как правило человек на какой-то новый симптом он всегда будет реагировать страха страхом если будет происходить тот симптом который уже с вами был и вы его уже как бы запомнили то у вас будет страха уже перед этим меньше потому что у вас есть опыт у вас есть понимание что с вами такое было но как только включается некий новый симптом идет новое проявление у тебя сразу страх возникает потому что доселе у тебя такого не было и идет это проявление и тебе кажется что там у тебя что-то на физиологическом уровне что-то происходит у тебя что-то там ломается или рвется то есть такое ну страх вот этот за свою жизнь поэтому поэтому то чтобы с вами не происходило нужно учиться не реагировать это учиться не пугаться этого ваш мозг будет пугаться ну ваша задача учиться не пугаться этого так идем дальше так 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 да вот и вот головой трясанешь и у тебя там болевые ощущения вот как жили этот мозг как будто он там вибрирует бессонница сменяется ужасными мыслями которые со мной уже везде ничего не получается делать свалится все с рук александр меняется ужасными мыслями дмитрий дмитрий а скажите пожалуйста мысли мысли у вас появляются как речевая структура пугающие или картинками приходят то есть голограммами дмитрий так может мне нужно уже лечиться в больнице я боюсь эти сумма как сосредоточиваться может есть практики какие-то смотрите дмитрий я просто вспоминаю себя когда я был на полном ну применю такое слово на полном расколбасе до полностью расшатан вот этой тревогой там у тебя страхи ломки у тебя страх постоянные человек на тревоге он не может сосредоточиться это практически невозможно потому что на тревоге на страхе у тебя как бы отключается рациональное мышление у тебя только работает вот инстинкт и то есть лимбическая система и поэтому поэтому ты на страхе не можешь сосредоточиться от слова вообще вот ты можешь пытаться там сесть чего-то смотреть но ты все время думаешь про свое состояние тебя все время огонит с тобой черти знает что происходит и поэтому я так как я я таблетки не пил не пил ну такой вот был упорост и упорост и упертым и мне информация заходила по маленьким крупинкам вот понимаете от вот целого там часа или полтора приема у психолога не всего лишь там крупинка какая-то попадала в голову остальное все время в моем мозгу но проходила мимо потому что ты все время доциклен ты все время на тревоге на страхе ты зациклен на своем состоянии и поэтому нужно нужно там нужно все работать в комплексе понимаете и это все будет приходить постепенно постепенно вот это понимание что с тобой происходит понимание как работать с мыслями один из важных моментов это учиться работать мы слями учиться от них отделяться потому что мысли будут у вас вызывать страх будут у вас а страх конечно запускает тревогу вот негативные если мысли негативные то есть если человек находится в депрессии они будут его подавлять то есть они будут подавлять твою волю тебе вот будет становиться плохо но плохо и не таком ракурсе когда у тебя что-то болит а плохо у тебя именно почему человек депрессии другие люди его не понимает потому что эти ощущения их очень тяжело передать человек который этого не ощущал он не понимает и как правило люди которые в этом не в этом не посвященные они все время спрашивают вот а как у тебя болит вот как у тебя болит а ты не можешь объяснить как у тебя болит потому что в реальности при депрессии когда тебя дает у тебя ничего не болит тебе просто плохо тебе просто плохо и поэтому ты не можешь объяснить как тебе плохо потому что в понимании других людей если человеку плохо это значит у него чего-то болит она а у тебя ничего не болит тебе просто вот плохо у тебя подавленность внутри и тебе просто плохо и ты и ты и ты этого не можешь им объяснить и с другой стороны они этого не понимают в их понимании если плохо значит должно что-то болеть вот оно происходит вот и один из первых моментов это один из моментов это работать нужно с мыслями я даже наверное мыслям отдам самую большую как сказать приоритет приоритет больше приоритета отдай отдам мыслим чем всему остальному потому что с мыслями научиться работать там очень тяжело осознать как это происходит как это вот отделиться каким способом для одних этот способ подходит для других этот способ не подходит и потом очень тяжело человеку понимать осознать вот когда ты попадаешь в эту ловушку когда ты попадаешь в эту ловушку ты просто не понимаешь что ты попал ловушку своего мышления ты реально не понимаешь что ты туда попал а когда ты выходишь с этого состояния человек он он не знает что можно думать по-другому мы думаем именно этим способом который мы уже попали при вкручиваясь в наше расстройство мы все время пугались мы все время боялись мы у себя формировали страх вызывали страх а страх запускал тревогу тревога она влияла на наше мышление она искажала наше мышление и постоянно находясь в страхе в тревоге день за днем а неделя за неделей месяц за месяцем мы сформировали себе такое мышление вот это тревожно негативное мышление еще есть такая такой термин психологии называется выученная беспомощность то есть когда у человека всегда тревожно негативное мышление он все время тревожится и но люди этого не понимают и мы 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 люди люди не посвященные вот в эту тему психологии как и что устроено они не понимают что можно думать по-другому что можно думать по-другому тебя крутит это мышление и ты все время с ним ходишь и у тебя тебя нету ты просто не имеешь информации для тебя вот и когда я говорю то для многих людей которые только что ну скажем так вошли на этот канал и попали на наш стрим для них это будет шок что можно думать по-другому понимаете люди же этого не знают на самом деле они даже про это не задумывались и поэтому когда мы попадаем вот в ловушку в этом расстройстве мы попадаем в ловушку своего мышления вот это тревожного там либо тревожно негативного мышления соответственно когда ты все время на тревоге на страхе у тебя все больше и больше развиваются страхи а тревога она все больше и больше у тебя разгоняет психосоматику разного рода и вот ты попадаешь в такой замкнутый круг но это все нам делает наше мышление издевается над нами наше мышление вот в чем дело и когда ты начинаешь понимать что можно думать про другой по другому потому что мы в этом расстройстве все время думаем про свое состояние у нас куча вопросов и практически нету на это ответов и а еще я заметил вот это именно мое наблюдение именно мое наблюдение это может быть так может быть не так это лично мое наблюдение я нигде про это не читал я заметил такую вещь чем сильнее тревога тем тяжелее тебе вырваться с ловушки твоего мышления то есть этой руминации очень трудно переключиться очень трудно перещелкнуться ты получаешься как бы в капкане своего мышления вот у меня было такое ощущение вот оно как тебя там как сдавило вот твое мышление и она тебя крутит крутит и вот ты я помню когда понимал что мне нужно делать я только переключусь и меня вот буквально если мы представим себе холодильник да вот большой холодильником металлический холодильник и мы к нему нет лучше наоборот представим себе большой магнит такой мощный магнит да и возьмем какой-нибудь металлический предмет гвоздик например и когда мы приблизим магнит да вот мы раз то гвоздик этот мгновенно он как бы магнит его втягивает то есть он раз будет все равно как бы влипает его тяжело оторвать от магнита чем больше магнит тем тяжелее будет некий металлический предмет вот раз соединить с этим магнитом вот примерно точно так я заметил то есть у меня было такое сравнение вот ты только вы щелкнись и тебя все тем мгновенно сразу твой мозг назад втягивает в это мышление это и это происходило настолько мощно и быстро и потом через анализ через анализ уже со временем когда я выходил с этого состояния я замечал что чем меньше у меня уровень тревоги уровень тревоги тем легче мне выйти с моего мышления то есть переключиться и чем она меньше меньше вот уменьшалась эта тревожность ее сила тем не все было легче и легче легче и легче выскочить вот переключиться перещелкнуться со своей вот этой руминации я думаю вот это один один будет из аспектов именно уровня тревоги удержание тебя в этой руминации и второй момент она настолько закрепляется вот это мышление когда ты годами крутился месяцами годами чем больше ты находишься в этом состоянии тем сильнее все укореняется но сильнее все у тебя там укрепляется и поэтому нужно больше времени чтобы от него избавиться вот как она работает чем меньше ты там находился тем меньше нужно времени чем больше там находился тем больше нужно времени чтобы чтобы от него избавил избавиться вот я вам сейчас рассказал про руминацию про свои наблюдения это мои личные наблюдения потому что я был в этом состоянии и я учился анализировать видеть как это происходит как это работает а по-другому у меня не было шанса выйти с этого состояния шанса практически нету это первое и второй момент это без анализа и запоминания как это работает и как ты это делаешь как ты это делаешь ты можешь выскочить но большая вероятность тебя туда затянет обратно обратно и если ты не анализируешь и не запоминаешь и не осознаешь то у тебя будет страх а почему потому что выскочив с этого состояния методом тыка то есть случайно как-то у тебя нету понимания как ты это сделал то есть у тебя нету информация она не сохранена у тебя в мозгу и что ты как ты делал какие-то методики применял какие приемы ты применял у тебя это не остается твоем мозгу потому что ты это не запоминал не запоминал и в твоей библиотеке это не останется у меня бы меня бы потому я рассказываю это тоже с моего опыта с моей ситуации я был случайно выскочил на три месяца вот выскочил как-то как вот вот именно этот момент я не понимал как это произошло и когда я получил такой затяжной стресс суточные у меня снова начались проявления у меня сразу пошли воспоминания того что было со мной а эти воспоминания они вызывают страх они вызывают страх а соответственно что страх это тревога и чем сильнее у тебя начинает развиваться страх тем сильнее тебя охватывает тревога тревога а тревога тебя начинает расколбашивать то есть с тобой начинает происходить то что с тобой происходит ты делает тревога а ее запускает страх и когда у тебя нету опыта как и что с этим делать то соответственно все меня страх начала раскручивать мгновенно и второй раз я вылетал намного быстрее вкручивался меня она снова разносить начинала и намного сильнее сильнее просто когда я первый раз туда вкручивался это постепенный процесс он не быстро развивается когда ты первый раз туда входишь ты же не знаешь что с тобой будет когда ты первый раз туда входишь под а потому что она постепенно начинает приклеиваться одно потом второе третье то есть как снежный ком формируется как бы постепенно но ты же не имел опыта понимания что с тобой будут дальше ты не имел потому что с тобой это не происходило и у тебя страха нету в твоей голове этого нету а уже когда ты второй раз туда залетаешь то оно все там остается в памяти остается все там в памяти и она очень быстро мост себе и выдает он начинает эти воспоминания те быстро выбрасывать за тебя все это начинает пугать этого не хочешь вот этого ада который с тобой происходил ты его не хочешь соответственно все ты боишься и она больше 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 тебя раскручивают но это принцип такой вот смотрите возьмем собаку которая к вам подскочила но прибежала к вам она до этого вас не кусала и у вас перед ней не было такого сильного страха но когда она вас уже укусила первый раз и вы снова с этой собакой сталкиваетесь то у вас уже возникает более сильнее страх потому что у вас есть опыт того что у вас эта собака кусала вот как оно происходит так вопрос на какую тему можно задать вопрос бум на тему психологии задавайте да я тут по психологии так идем дальше по вопросам я смотрю уже вопросов насыпали много да по поводу вопросов если кто-то хочет вне очереди есть такой у нас донати он может через карту да на тех кому не терпится либо кто хочет получить потому что да потому что мы на прошлом эфире не успели даже всем ответить то есть кто там и через вот эту платформу будут задавать вопрос финансовым и я отвечаю в первую очередь то есть я скажем так обязан ответить на на этот вопрос первым так идем дальше откаты про откаты рассказал так-так-так-так-так дмитрий александр бессонница с меня и жадными мыслями которые со мной уже везде ничего не получается делать валится все с рук ну вот дмитрий я вам рассказала по ним вы поймите одну вещь когда ты уже туда засажен там целый комплекс работы там целый комплекс работает там нужно и одно делается другое третье и все это делать одновременно меня есть ролики для рассказал что что такое невроз когда ты полностью в него вляпался это сродни гладиатора на арене на тебя постоянно как бы вот это все нападает а те постоянно с ним нужно работать и постоянно от него нужно отбиваться вот как это работает ты как как бы в спирали такой находишься понимаете у меня где-то есть ролик вот посмотрите посмотрите это комплекс работы это целый комплекс работы если вы уже закрученные плотненько там можно нужно одновременно и с пониманием работать и с мыслями что есть понимание это осознание одновременно замена убеждений там у меня куча была разных приемов при бессоннице переключиться как я рассказываю там много чего как способы переключений как бы там разные и болевые то есть и способы переключения отвлечения мозга то есть вы меня просите рассказать заняться рассказом то что мы формировали вот это мне нужно сидеть или сутками рассказывать вот ну у вас там все будто дмитрий в совокупе работать понимаете вас будут одно второе там страх тревога болевые ощущения и вас это вот все но будет крутить и ломать и нужно понимать что с тобой происходит такие процессы внутри тебя происходят как работать с мыслями способы разные есть по работы с мыслями понимаете поэтому у вас вопрос не не как бы предметный есть предметный вопрос о вас он вопрос такой общий общий многогранный то есть на него долго нужно рассказывать потому что там все работает одновременно и все вместе она только меняется вот мозг то на одно переключается то на 2 то мысли пошли то психомат психосоматика срабатывает там кардионевроз у тебя пошел и вот мозг тебя все время гоняет и нужно там с мыслями отделиться при кардионеврозе там их создать себе голограмму проговорить я здоровый сильный и вот так ты вот в таком постоянном в этой каше тебе постоянно что-то нужно делать ну я так делал понимаете то есть я вам рассказываю со своего опыта когда ты уже сильно просажен когда ты уже сильно туда валим то с тобой там происходит черти что и хвостик сзади понимаете так 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 предчувствую звонок сообщения человека почему почему здесь может разные причины работать может работать так называемый опыт то есть если мы свой день посмотрим со стороны то мы увидим что в течение дня у нас все многое повторяется течение дня каждый день мы делаем определенный процесс одни и те же и поэтому у вас уже сформировалась мозгу отложилась что вот в это время должны позвонить понимается это один из моментов 2 из моментов может быть как интуиция работать как бы предчувствие интуиция то есть тут разные спектры могут работать может быть и так и так поэтому поэтому вот как-то так не льет в голову только отдыхаю у вас на прямом эфире это нормально она смотрите какая-то штука когда ты не знал чего-то и ты пришел туда а ты вообще не знал что такое существует что она есть там и ты вот пришел куда-то в неизвестность понимаете а мозг человека так устроен мы боимся чего мы не знаем мы все равно будем больше или меньшей степени волноваться тревожиться понимаете это первый момент у меня бы были такие моменты я когда уже но более-менее был устойчив но тревожность все равно у меня сохранялась ну периодически возникало и когда я заходил в youtube и смотрел ролики такой ученой как татьяны черниговской но я вам не рекомендую туда заходить потому что потому что она там рассказывает как говорят что можно мозг поломать понимается там если человек не психологически устойчив то я не рекомендую туда заходить вообще но я уже начал туда заходить хотя еще не до конца был устойчив у меня были уже хорошие сформированные навыки но все равно она начинает рассказывать про мозг и у меня тревога возникала в голове понимаете вот вот точно так и а уже когда ты больше понимаешь осознаешь как она что происходит то есть ты уже видишь формируешь некий опыт по страху тебя начинает уходить то есть когда ты получаешь объяснение ты начинаешь понимать и у тебя уже страх начинает понижаться поэтому у вас примерно будут происходить так вы сейчас дмитрий я думаю вот ответьте мне на вопрос сколько вы какое время вы подписались на наш канал я думаю это будет примерно до месяца до месяца верно или нет дмитрий это вам вопрос задают уже месяца два уже месяца два ну вот я не угадал я сказал только где-то месяц примерно уже примерно месяца два а если точнее посчитается то получится там полтора а может иметь но это не важно ты тут ты когда входишь вот приходишь это для тебя что-то новое конечно может и так написал человек потому что вот смотрите дмитрий судя по вашему состоянию по вашему состоянию вы находитесь в абсолютной тревоге а человек на тревоге он не может запомнить понимаете как я вас заикарил а вы мне пишете уже месяца два но если вы знаете что месяца два значит вы можете задумать до вспоминать и соображать либо вы просто на вздохе сказали то есть на тревоге тяжело вот что-то определить рационально понимаете ну вот как бы ты спонтанно выдаешь вот и поэтому чем больше вы будете вникать понимать приходить к вам будет осознание чем меньше меньше у вас будет страха это происходит у вас это нечто то такое универсальное почему вы не можете там не как отбалансироваться потому что информация очень много много и ты не можешь ее всю уложить сразу в голову из-за этого ты тревожишься ты вот ты как запутанный на тревоге ты не можешь соображать там все в совокупе работает но постепенно постепенно но начнешь больше больше вникать а чем больше вникает больше понимания ты больше больше начинаешь понимать по этой теме понимаете ты начинаешь как бы вливаться в эту тему и ты все первое ты начинаешь это понимать вот это то что я рассказываю ты начинаешь понимать то есть психологию ты начинаешь понимать значит начинаешь вникать и чем больше у тебя формируется понимание тем больше ты можешь принимать информацию обрабатывать ее потому что у тебя формируется уже опыт понимание именно по этой теме и вот он вот так она будет расти происходить а сначала да ты вот по крупице как как зернышко этого чуть-чуть чего-то ухватил потому что первое ты на тревоге второй для тебя это что-то новое ты ты в этом как говорят в народе не в зуб ногой но постепенно постепенно ты начинаешь это все понимать и вы вы мне даете уверенно что я справлюсь я думаю да вы все справитесь но об этом говорит опыт людей людей которые не ватсапе пишут и то есть они уже не пишут они мне уже вообще ничего не пишут это говорит о том если человек тебе ничего не пишет значит человек уже вышел с этого состояния переключился на свою жизнь и он уже там занимается огородами либо еще чем-нибудь и забыл про то что у него было такое состояние то есть чем меньше человек тебе там что-то пишет с тобой общается значит это человек уже может сам справляться и значит человеку становится все лучше и лучше вот как она работает вот так я определяю чем меньше мне уже человек задает вопрос значит человек больше сам понимает и человек больше сформировал уже неких навыков которые дают ему самому справляться уже в той или иной ситуации и и что я удивлен еще удивлен удивлен но с легких состояний выйти по моим роликам я думаю не составляет сложности что люди даже с довольно сложных состояний именно вышли вышли по по моим по моим роликам то что я рассказываю при этом может даже пообщаться со мной именно ватсапе там один или два раза понимаете и и находясь довольно сложной ситуации вот есть такая женщина я понял что она написала которая меня благодарила она писала это кстати в ю тубе александра я вас благодарю вы меня как бы вывели с невроза я вышла с неврозой родила дочь понимаете я я понимаю какая-то женщина писала я и пару раз еще наверно год назад как бы консультировал объяснял что к чему поэтому поэтому я очень рад что что какая-то я вижу часть людей от ольга пишет вот смотрите последний комментарий написала ольга вот я ее тоже пару раз проконсультировал и она справилась сама со своим расстройством и даже еще помогла своей дочери ну я и там пару раз переписки объяснял что делать у нее дочки тоже легких какая там была проблема и вот она уже знаю как работает принципы кпт она как бы уже сама как психолог помогла своей несовершеннолетней дочери как бы тоже выйти из тревожного расстройства у нее там не сильное было вот поэтому поэтому так что я хотел сказать ну довольно мы со славой и радостью с моим коллегой что даже вы не контактируя со мной как говорится онлайн некоторые люди именно по моим роликам выходят с этого состояния еще что я вам скажу одну вещь одну вещь то что я рассказываю ну скажем тому чему я обучаю вы будете выходить начистую то есть пройдя всем ну скажем все мои уроки все что я даю вы больше никогда не попадете в это расстройство не как до если вы это будете понимать и пройдется так как это надо вы никогда не попадете в это расстройство больше почему потому что у вас будет определенное количество навыков которые у вас сформированы и они уже никуда не денутся они останутся у вас там библиотеки они будут лежать на полочках пылится но случае чего вы будете доставать оттуда второе и вы поменяется правильно сформируете свои шаблоны мышления то есть свой способ мышления который раньше приводил нас хранить к систематическому стрессу систематическому стрессу но главное что у вас останется опыт опыт знание как и что чем делать а это не даст снова попасть в это расстройство потому что мы знаем что ты в это расстройство круче попадаешь не за один день а это нужен временной промежуток временной промежуток а если у тебя есть навыки понимания как что устроено и как что работает то ты не будешь давать себе вкручиваться вот в это расстройство то есть ну объясню на примере если мы знаем если мы долго будем за что-то переживать думать плохие негативные мысли расстраиваться день за днем день за днем значит что у нас будут уменьшаться уровень серотонина а когда у нас будет уменьшаться уровень серотонина значит что мы будем автоматически погружаться в депрессию депрессии не зная как это работает мы конечно не дадим же верно верно ольга себе грустить там три недели месяц ходить вот думать плохие мысли какую-то плохую ситуацию там переживать тому и вот потому что мы знаем что если мы будем так делать то через какой-то временной промежуток мы вкрутимся в депрессию значит что мы попереживали пару часиков там полдня все мысли эти убрали переключились пошли заниматься делами переключились на что-то позитивное все понимаете вот как она работает поэтому уже никогда до не когда запомните никогда в это состояние что с вами было вы уже не попадете да мы можем и это неизбежно с нами будут происходить некие стрессовые ситуации стрессовые ситуации которые отчасти будут на нас влиять но понимание как справиться со своими мыслями как справиться с этой ситуации когда ты умеешь управлять своими эмоциями ты быстро выходишь со стресса то есть первое ты не даешь этому стрессу пробить себя досконально насквозь ты не даешь ты как бронежилет такой да в тебя попадает некая некое ядро но она как бы немножко на тебя влияет потому что у тебя бронь есть ты не даешь стрессу пробить себя сильно потому что кпт это наука разрабатывалась как наука стрессоустойчивости изначально это разрабатывалась наука стрессоустойчивости то есть умение владеть своими эмоциями умение владеть своими мыслями это стрессоустойчивость и поэтому кто пришел к этому осознанию полностью понимает туда включается понимание как ты устроен понимание как что на тебя влияет вообще вот эти все процессы которые происходят на разных уровнях то ты исходя из и с этих знаний с этого опыта и умения то которое сформировалась у тебя при выходе с этого расстройства но ты его применяешь дабы не попасть и не испытывать а минимизировать воздействие некой ситуации на тебя и второе недавание себе вкрутиться снова неприятное вот эти ощущения неприятные вот эти состояния которое с тобой происходило но это мягко говоря неприятное состояние то есть за счет навыков ты учишься этому противостоять второй момент и очень в этом расстройстве я очень много поменял то что называют отношениях жизни отношения к ситуациям отношения к ситуациям я как-то садхуру смотрел когда выходил с этого состояния как-то в какой-то период и мне как-то у него залипла одна фраза она как-то мне в мозг встроилась когда он сказал что воспринимайте свою жизнь как игру представьте что вы играете что она у вас не настоящая не относитесь ко всему серьезно а представьте что вы играете жизнь эта игра и мне вот меня как осенило понимаете мысль когда пришла и ты как бы раз а это и есть отношения если ты воспринимаешь ситуации не всерьез а воспринимаешь их с легкостью вот на примере как я рассказывал как перестать тревожиться за деньги когда ты деньги воображаешь игрушечными с игры например монополия вот эти нарисованные бумажки когда ты думаешь про деньги как настоящие ты тревожишься то есть мозг их воспринимает нас то есть восприятие что такое деньги все у нас сформировано потому что деньги они там много эти там вопросов решаются нужно то-то оплачивать то есть мы деньги воспринимаем всерьез когда я за них помню тревожился и мне приходили мысли речевой структуры а я потом эти мысли начал видеть картинками картинками то есть вот этими бумажками которые я когда-то с детьми играл монополию монополия ну знаете монополия там за эти деньги эти в игре ты там заводы скупаешь банки там некие предприятия там и вот я стал представлять деньги вот именно картинками с этой монополии игрушечными я заметил что мой мозг перестал тревожиться потому что потому что это для мозга уже была игра это были деньги с игры они были не настоящие и мозг перестал тревожиться это как бы есть игра а когда я воспринимал деньги как настоящие то мозг тревожился вот здесь такие интересные моменты вообще происходят мозг это такой интересный парень блин он и хитрый он и ой 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 такой парень блин так 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 идем по очереди спасибо за вашу работу и помощь обязательно справитесь дмитрий благодаря александру я разобралась что со мной я уже бросила 5 депрессанта который принимала 5 лет спасибо за вашу работу спасибо вам за вашу доброту уже никогда супер после трассистов ощущение бывает неприятная волны в области солнечного сплетения и это ощущение держится долго так написал нам бош бош написал смотрите это будет не после экстрасистов это вы просто вот эти ощущения привязываются экстрасистовом просто когда у нас экстрасистов и это нервные нервный импульс то есть мозг дает команду сердцу это сигнал нервный импульс вот экстрасистов это нервный импульс вот и когда у нас сбой программе то мозг может может мозг же всем управляет и у нас происходит такая некорректная работа нашего сердца немножко такие как перебои но дело в том что когда у вас появляется экстрасистол этот вы на него все равно мозг реагирует страхом реагирует страхом а как только вы отреагировали страхом что получается у вас получается через тревогу спазмируются мышцы бац ну и там может быть буквально мгновенная реакция и тут же у вас все болевое ощущение пошло и вы вот это болевое ощущение в районе солнечного сплетения привязывается экстрасистолу а это просто экстрасистол это ситуация ситуация вот происходит раз вы почувствовали вот этот перебой тут же мысли мгновенно а мысли что а мысль у нас вызывает тревогу вот эти цепочки работы но вы просто она может быть настолько быстро что вы этого не замечается там там смотрите там доли секунды там такие вещи происходят я просто видел одного ученого и вот такие вещи иногда вот я о чем думаю потом мне как-то youtube ну где-то информацию так вот ты просто смотришь и ты просто попадаешь где ты ответ получаешь либо у меня мозг выдает ответ вообще время команды от когда мозг ее запускает например поднять руку да вот как мы поднимаем руку это же мозг управляет всем он же дает команду чтобы рука поднялась правильно от от старта команды мозга до прихождения этого импульса до той точки где после которой происходит вот это поднятие руки происходит про про проходит полторы секунды доли секунды нет полторы секунды полторы полторы секунды right все руку поднял руку не так поднимаешь правильно и раз то есть проходит полторы секунды но она тревоги на тревоги я думаю это время ускоряется на тревоги она все ускоряется и поэтому там почему ты не замечаешь потому что там уже идут доли А доли секунды их просто нереально отследить именно в тех условиях, которые находишься ты. Только, наверное, можно, если какой-то специальной техникой, какими-то специальной аппаратурой зафиксировать вот эти доли секунды. Понимаете? Потому что, например, в аппаратуре она может затормаживать. И вот ты можешь уже тогда в заторможенном виде увидеть это, как-то вычистить время. В реальном времени ты это просто не увидишь, потому что это настолько мгновенно происходит. Когда вы на сильной тревоге и страхе, там не стоит не ловить никакие мысли, потому что там с тобой происходит все мгновенно. Там только ты можешь это выдерживать. Выдерживать. Не учиться не пугать себя и не бегать, не метаться, а выдерживать и анализировать. Вот. Вот. Это вижу я так, как оно происходит. Я просто через свое воспоминание, как было у меня, я помню, когда ты на сильном страхе, на сильной тревоге, все вот эти цепочки, они мгновенно у меня происходили. Только была ситуация, светило солнце, мне приходила мысль, сейчас мне будет плохо. Вот. Это было настолько мгновенно, мне сразу плохо становилось. Мысль там... Это потом я эту мысль начал замечать, а так я ее не замечал, потому что это все было мгновенно. Мгновенно было. Там, как я говорю, доли секунды. Там идет ускорение, потому что, смотрите, интересный момент, как создан мозг. Человек на эмоциональном, на тревоге, на волнении у человека ускоряется мышление. То есть на определенной фазе тревожности мышление ускоряется. Почему? Потому что человеку нужно принять быстрее решение, что делать. То есть для него это опасная ситуация, значит что? Нужно применить некое действие, и чтобы выбрать быстрее, что ему применять, мозг ускоряется. То есть быстрее мысли эти летят, чтобы быстрее подать человеку ответ. Но когда уже уровень еще больше повышается, то у тебя все, у тебя там уже, как говорится, думать некогда. Там мгновенно нужно действовать, там уже отключается префронтальная кора головного мозга, ты там уже не можешь думать, у тебя все. Лимбическая система включается, ты начинаешь действовать рефлексорно, так как, наверное, у тебя там сформирован опыт. То есть убегать там от страха, ты начинаешь это избегать, либо обомлеешь вообще двумя способами, тоже там так мозг устроен. Либо на страхе ты отпрыгнул, либо обомлел, то есть замри. То есть стресс, вот эти ситуации работают по двум направлениям. Либо ты отпрыгнешь, вот ты метаешься, либо ты замри, то есть упади как бы. Там интересные вот такие разные штучки происходят. Долго я второй, так, Дмитрий, я второй год в этом варюсь. Ну я в этом был 10 лет. Десятый год я выходил. То есть на девятом году вот я попал на КПТ к учителю, к умному человеку. И вот целый год я выходил с этого состояния. То есть в целом в понимании я был 10 лет. Так, вот кто-то пишет, у меня 16 лет. Бош пишет. У моей тети 26 лет. Это расстройство было. Но у нее не в такой форме, как у меня, когда у меня уже полный расколбас был. А у нее такая форма, ну ей тоже хватало. Ну, скажем так, стабильно одинаково текущее, понимаете. А вот эти, а вдруг, а если, а сейчас снова вернется, вот эти мысли сомнений, они сразу же будут вызывать тревогу. Мысли сомнений, либо мысли воспоминаний. Сейчас снова будет, сейчас снова вернется. И у тебя перед этим возвращением страх, у тебя перед этим возвращением тревога. Нужно отделяться от этих мыслей и говорить себе, вернется так вернется, я с этим справлюсь. Ну, а и обращаться к опыту. К опыту. Но опыт нужно нарабатывать, формировать. И тогда ты начинаешь видеть, как у тебя что и где получается. И это тоже будет один из моментов формирования твоей уверенности. Твоей уверенности в том, что ты уже видишь, что ты отчасти больше или меньше с этим справляешься. Ты умеешь уже то делать, то у тебя получается. Это постепенно начинает тоже тебе формировать уверенность. Вот как оно работает. У меня эти мысли и сомнения, я помню тоже, они меня тоже были очень длительное время. И они сразу меня ввергали в тревожность. Вот, а вдруг, а может вот это, а вдруг, а может не так. И вот это сразу они запускали у меня тревогу, поэтому я их сразу потом обсекал, я помню. Я контр-словами говорил. А вдруг я там справлюсь, а может так, например, правильно. А правильно, неправильно, правильно. Ну вот такие мысли, вот я их назвал мысли сомнений, они постоянно ко мне приходили. То есть негативные мысли там, это негативные мысли, а вот эти мысли я назвал мыслями сомнений. И их я сразу убирал, я сразу их распаривал, как бы раз, все. Я потом и не давал им по мне работать. То есть не давал запускать мне тревогу. А они, интересно, тревожные мысли, как работают. Это вот представьте себе ворота, да. Возьмем футбольные ворота, и вот когда мяч попадает в ворота, и вся сетка, она как бы волной, как бы раз, и она волнуется, вспыхивает, как бы вот дребезжит. Вот точно так мысль, представьте, что мысль это этот мяч. И как только вы ее пропустили в голову, вот она прошла, вы от нее не отделились, все, она тут же у вас запускает тревогу. То есть ваша тревога, она начинает вспыхивать, как вот эта сетка во вратарских воротах, когда попадает мяч. Вот примерно она так работает. Вот мысль ты пропустил, у тебя сразу пошла тревога по телу, а там все вытекающее начинает. Как бодрость, а вдруг аеси, как побороть. Ну вот я вам ответил на этот вопрос, что делать с этими мыслями сомнений. То есть песня, если я не ошибаюсь. Это да, есть песня такая, наша жизнь игра, да-да-да, я слышал такую песню, но вот эти слова я именно, ну, скажем так, я именно придал значение этим словам, когда смотрел садхуру, вот там мне эти мысли, я как бы придал им значение, и они мне вот как бы в мозгу моем отпечатались. Именно когда его я смотрел. Да, я знаю, что есть такая песня, я ее, кстати, тоже, наверное, не раз эту песню слышал, но песню-то я слышал, но она до своего расстройства эту. И на тот момент я этим словам не придавал значение. То есть, что значит, придать значение словам, это понять смысл, осознать, а как это вот, понимаете? На тот момент я же этого не понимал, там, ты слушаешь эту песню, человек, он, как правило, не вдумывается в то, что говорят, в то, что поют. Оно вот мимо проходит, но как только ты начинаешь вдумываться в те слова, которые тебе кто-то говорит, то есть ты начинаешь думать эти слова, то у тебя все сразу некие смыслы приобретаются, понимаете? Вот это и есть осознавание, понимание, как это вот. Но к этому ко всему нужно прийти, а чтобы к этому прийти, нужно пройти определенный путь. Вот оно как работает. То есть, один из моментов выхода с невроза, это способность думать. Способность думать. Сейчас вы все скажете, ой, так мы думали и до этого. Вы только думали, что вы умеете думать, на самом деле вы не думали, понимаете? Вы сами, вы не думали. Мы только думали, что мы умеем думать. А это поверхностное все, это схема, которую нам сформировал социум, наши родители вложили нам в голову и вот мы эту схему гоняли. И мы думали, что это мы думаем, но это мы не думаем, это просто та схема работает. Понимаете? Это очень такие тонкие вещи. И подавляющее количество людей, проживающих на земном шаре, они только думают, что они умеют думать. На самом деле, на самом деле нет. Нет, если бы люди умели думать, то не было бы того, чего сейчас происходит на нашем шарике, понимаете? В общем, дело. Так. Как я научился контролировать мысли, тревоги? Практически нет. Как думаешь, через какое время примерно закончится невроз? А вот у них, не знаю, мужчина это или женщина, вот вопрос задает. Закончится невроз. Первое, что бы я вам хотел сказать, я вам не сват, не брат и не жена, чтобы вы со мной на «ты» разговаривали. Я же с вами на «вы» разговариваю, правильно? Верно? Вот. Я могу на «ты» разговаривать только с человеком, который на это дает добро, либо близко, ну, мне знакомо. А так я себе не позволяю человека называть на «ты», какого возраста он не был. Это уже неуважение к человеку. А когда закончится невроз, это у каждого частное. Нету такого понимания для всех одного шаблона, временного какого-то. Это на то, когда у кого что закончится, работают разные, влияют разные, как вам сказать, разные сферы влияния есть. Насколько у человека интеллект высок, насколько он это понимает, осознает, насколько он, сколько он вкладывает труда в тренировки, понимаете? Один сделает два раза и потом все там не делает, а кто-то упор не делает. То есть, здесь тяжело сказать, когда у кого что закончится. Но если ты что-то делаешь, то он обязательно закончится. Ну, соответственно, в понимании можно делать, как бы, применять одно, но не туда, где оно надо. Но он закончится, я могу дать, ну, как вам сказать, вероятность того, что он закончится, когда работаешь со специалистом, то да. То есть, там я могу сказать, что он закончится. Если там вы работаете самостоятельно, я не могу вам сказать, когда он закончится, или закончится он у вас вообще, потому что я не знаю, что вы там делаете с той стороны. Понимаете, в чем дело? Я не знаю, что я могу действительно контролировать мышление. Сейчас это начинает получаться. Я замечаю негативные мысли, меняю их на позитивные. Уже даже позитивные мысли выскакивают автоматически, просто приходят на ум. Я счастливая, я здоровая, моя жизнь прекрасна и так далее. Огромное спасибо и низкий поклон вам. Да, вот я помню, когда был в депрессии, в полной депрессии, ну, еще передвигался. А, выходил, а когда стал, да, стал понимать, как это все работает. Я с утра до вечера говорил себе такую фразу, когда был в депрессии. Я вот выходил на улицу, изначально я лежал, у меня было в захвате негативных мыслей, я их трое суток только скидывал, 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 скидывал. Трое суток, вот только тебя негативные мысли, ничего другого. Вот они идут, а я их только скидывал, скидывал, скидывал. Потом начались пробелы у меня, то есть они стали реже приходить. Временной промежуток начинал увеличиваться между приходом негативных мыслей, понимаете. И уже потом, когда я их более-менее отработал, они уже реже-реже мне начали приходить. Но у тебя была, у меня была подавленность, ты все равно подавленный, у тебя, потому что серотонина не вырабатывается столько, сколько надо, ты в подавленном состоянии. Я себе постоянно говорил, что у тебя и агрофобия, вот я не помню, агрофобия была потом. Вот фразу я применял, что жизнь прекрасна и хороша, она полна радости и счастья. Вот эту фразу, вот ее очень хорошо я запомнил, я ее говорил буквально с утра до вечера. Буквально я говорил с утра до вечера вот эту фразу, что жизнь прекрасна и хороша, полна радости и счастья. Вот это я помню, вот это убеждение я в себя внедрял. Почему? Потому что в этом расстройстве у нас сформировано в мозгу, что жизнь опасна и везде нас ждет опасность. Вот это агрофобия, что агрофобия это есть опасность. Вот ты боишься выйти на улицу, потому что тебе там будет плохо, там вот такое, понимаете, что это опасно, опасно, там опасно, везде опасно, триггеры это места стрессовые, то есть там тебя накрыла паническая атака, стала триггером, понимаете, ты боишься туда идти. То есть в мозгу зафиксировалось опасно, опасно. То есть внешний фон, что то, что тебя окружает, для него опасно стало. В мозгу это стало опасно. Опасность для хозяина, все, там все плохо, там все это опасность. И вот я его перевоспитывал. Я ему объяснял, что там никакой опасности нету, что там все прекрасно и хорошо. И я помню эту фразу, я даже тысячу, я не считал. То, что я в себя внедрял много аффирмаций, то есть вот этих проговариваний, проговариваний много, и я не считал. Проговаривания, убеждения я формировал именно от той ситуации, делал контраргументы, формировал. То есть противоположное убеждение. То, чего я боялся, либо там вот от этого я отталкивался и формировал убеждения, которые будут оспаривать эту ситуацию, которую мне транслирует мозг. И я там по... Я не считал. Я понял одну вещь, я когда стал внедрять в себя убеждение, что я буду тренироваться столько, сколько надо. Я понимал, я, наверное, где-то обжегся. Когда ставишь ты в достижении чего-то какие-то рамки себе, и если ты к этому времени не пришел, то у тебя будет полное разочарование. А мы же еще в этом расстройстве находимся, я думаю, в должествовании, что должно быть так. Только так и никак иначе. И вот, когда я ставил рамки, то есть я их не ставил, я понимал, что если я буду думать, закладывать некое время, и к этому времени я не добьюсь того, чего в моем воображении надо добиться, то я получу как бы удар под дыха, как он происходит. Дело в том, что мы, когда себе говорим, как мы думаем, мы себя программируем. мы себя программируем. То есть мы мозгу задаем задачу по временному, по временному задачу влаживаем на то время, на которое мы думаем. И он будет работать, упорно работать вместе с нами то время, на которое ты его запрограммировал, на то время, которое ты ему сказал. А дальше все, время истекает, и он как бы чик, все, вот, хозяин, иди ты в баню. Ты сказал там, неделю мы будем с тобой делать. Неделя прошла, все, я больше ничего не буду делать. Бац, вот у меня. И все, и у тебя сразу бах, а ты этого не добился, и в твоем понимании ты же должен был еще, вот здесь еще вот это должествование, оно приклеивается. Ты же должен был прийти к этому времени с таким-то результатом. А ты не пришел с таким результатом к этому времени, с тем результатом, который у тебя был в твоем воображении. И тут же все, тебя сразу бах, и сбивает. Ты сразу бах, вот у тебя как будто реально подсечку по ногам сделали, ты упал, и упал сильно. И поэтому я понял, что его нужно программировать на неопределенное время, потому что через сколько ты выйдешь с этого состояния, ты не знаешь, и тебе никто не скажет. Это все лично и частно. И поэтому, исходя из этого, я стал понимать, что мне нужно себя программировать, свой мозг, на неопределенное время. То есть я себе говорил, я буду тренироваться столько, сколько надо. А сколько надо, это неограниченное время. Я не ограничивал свой мозг и себя во времени. Я его запрограммировал на невероятные возможности. на неопределенное время. И значит, ему пришлось работать столько, сколько надо, потому что я ему временной промежуток не установил. Это на первый взгляд кажется бредом, то, что я сейчас рассказываю. Но, ребята, это не бред, поверьте мне. То, что я рассказываю, большую часть того, чего я рассказываю, это происходило со мной, и это делал я с собой. Это не какие-то мои там фантазии, выдумки, либо я где-то чего-то там начитался, и сейчас вот сижу, вам перефразирую, это мой опыт. И оно так работает. И оно так работает. И самое сильное, поверьте мне, это сильнее всего, это сила веры. Вера. Она чудеса творит. Вера, она, это, это невероятные возможности, если ты во что-то абсолютно поверишь. Оно так и будет. Но если ты только немножко будешь сомневаться, у тебя ничего не получится. Вещи, вещи происходят, даже те, что называют фантастикой, я понимаю, как они происходят. Они только происходят в случае абсолютной веры. Когда человек чего-то хочет, он в это верит, это и есть закладка себя программирования, и мозг начинает над этим работать. он начинает над этим работать, а там много чего включается в эту работу. Квантовая физика, это там квантовая механика, там 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 много чего происходит, понимаете. И даже еще такие вещи, которые я сам до конца не понимаю, потому что вообще вселенная это сложнейшая структура, наша вселенная. У нас в мозгу маленькая вселенная, чтобы вы понимали, если мы раскрутим в одну полосу нашу нейросеть, вот эти нейронные связи, то расстояние получится от Земли до Луны. Если мы в одну линию выстроим, вот нашу нейросеть в одну линию, расстояние получится от Земли до Луны. И наша нейросеть, она если посмотреть на устройство земли вот на ее именно энергетическую сторону как устроенная земля вот это тоже своеобразная нейросеть а наш мозг он мы же небольшие мы же не как вселенная это как бы вселенная в миниатюре называют понимаете то есть там тоже так не такой идет переплетение и и процессы очень похожи на те что идут вселенной нашей вселенной понимаете мы информацию вселенной берем нас информация со вселенной тоже приходит я видел как мысли извне приходят то что вы уже многие тоже видите как они оттуда приходят они со стороны приходят из вселенной мысли точно так у нас зарождаются но зарождаются у нас это я еще понимал что они где-то там эти мысли образуются но то что они приходят со стороны ниоткуда со вселенной мысли приходят а наша вселенная это очень большое это очень большая библиотека во вселенной очень много информации очень это такая крупнейшая библиотека носительница информации и людям зачастую оттуда информация приходит вот я когда последнее время интересовался вот эта квантовая физика генетика татьяну черневовскую смотрел вот такие люди которых вундеркиндами называют например вот ну вундеркинды там люди особо там развиты с особыми там своими развитием тем или иным нет ну вот инштейна вот я смотрел как-то мне инштейна по моему инштейн как-то в голову засела человек человек вот мы работаем на скажем так над нам идея вот пришла некая идея то есть идея эта мысль мысли сформировала мысли отторгают нам голограммы то есть некий показала образ и мы начинаем над этим образом работать как вот его сделать как его прийти то есть это такие тонкие понимания так вот дело в том что формула инштейну он вообще шел по по берегу по моему океана или море он не думал над той работой над которой он там работал уже на на воды или сколько ему просто формула некая пришла формула формула то блоге ци менделеева но это у менделеева я про инштейна рассказ Менделеева кстати во сне во сне вот это тоже самое связано во сне человеку приходит мозг работает 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 и потом раз но откуда-то появлялись но дело смотри в чем если у нас этого мозгу не было если мы этого не знаем так откуда она появилась не значит получается оно пришло откуда со вселенной это транслирует получается да какой-то если это носи это носитель информации это это носитель он неодушевленный вселенная там энергетическая энергетическая поле энергетическое поле ну вот перед ним подсоединен чем-то все к нему подсоединены просто мы не знаем даже пользоваться тем более не знаю как этим будет с этим работать на автомате есть неосознанно уже осознанно работа есть осознанно я вот тоже смотрел есть ратников такой именно они подключались осознанно к этим порталом то есть там очень много таких вещей интересных я изучал как бы порталы переходить перемещения во времени ты можешь перемещаться то есть ты можешь как бы либо попасть либо увидеть себя во времени будущем понимаешь но вот быть по теории джона кэха человека существует сразу в трех своих измерениях одновременно то есть молодость средний возраст и уже более пожилой но в его идее что человек вот эти три жизни проживает одновременно просто за счет вот этих искажений полевых то есть мы не видим себя там понимаешь как оно происходит вот но в его идее что мы одновременно существуем одновременно в трех своих именно возрастных категориях а чего не сделали вывод они со знакомой тоже психологом они ездили отдыхать и они видели себя себя в живую живых тех которые когда они находились два года назад на этом месте то есть они наблюдали себя со стороны то есть открылся портал и они видели себя два года назад и он говорил что можно сказать что это было галлюцинация как бы голограмма гор можно сказать если бы моя знакомая не видела то же самое понимаешь ну можно сказать что это коллективная галлюцинация а да еще коллективная галлюцинация какая интересная вещь приходит информация каждому приходит одинаковая информация и они там где-то вместе присутствуют но вот коллективная галлюцинация это все равно я думаю некое психологическое воздействие правильно возможно но если они психологи люди подготовленные потому что он один из тех кто изучал мозг и он довольно хорошо джон кэхо управлял своим мозгом он много чего вот его книги я начинал с его книг 1 кпт занимался и вот это мои первые книги которые я читал это джон кэхо подсознание может все даже эту книгу я начал читать до того кпт начал заниматься ну как я почитал этом абзац почитал кусочек ты же на тревоге это ты не понимаешь как смысла там и так далее вот поэтому вот такие интересные вещи вообще мир да он очень удивительно не изучен и очень интересен так идем дальше я росла как с вами связаться наши я задала на то что я всего висела ушла я понял он дались и телефоном были закрыты благодавая поняла что могу здесь сейчас от ночи получается на негативную семьяк на позитивно сейчас уже даже позитивные мысли выскакивает автоматически приходят на ум я счастливая здорова низкий поклон вам ярослав как начать видеть позитив смотрите ярослав позитив видеть здесь скорее скорее не видеть негатив лучше да как здесь скорее всего будет правильно подобрана фраза как переключиться с негатива потому что позитив у каждого он свой как будет правильно вот то есть нужно учиться думать про то что вокруг тебя фокусироваться на предметы которые вокруг тебя почему во первых человек не тревожится только в этом расстройстве когда он находится в моменте человек не тревожится в моменте потому что если он сидит на диване то чего ему тревожится потому что он на диване тревожит вот это наше мышление вчерашнего дня завтрашнего дня и еще 2 руминация когда ты думаешь все время про свое состояние и ты не можешь выйти из головы своей и все время своей голове крутишь мысли про свое состояние у тебя нету ответа ты уже устал он у тебя пугает там все это в куче и получается ты в ловушке постоянно вот этого тревожного мышления я мышление но как только получается полностью на сто процентов переключиться на предметы либо это будет улица либо это будет квартира но то что находится вокруг тебя это называется момент здесь и сейчас здесь и сейчас еще такой момент такой момент есть люди думаю среди вас тоже будут которые будут пытаться поменять свои мысли на первой стадии это будет практически невозможно потому что потому что на тревоге на тревоги очень тяжело это сделать во-первых сосредоточиться и что-то там себе вообразить чтобы там что-то поменять намного легче думаю даже намного легче буду это переключение именно на внешний фон именно на то что вокруг вас увлечь мозг его внимание на то что вокруг вас переключение вы сами заметите я уже много где про него рассказывал как это что это как это происходит что есть переключение как а как это работает что чтобы понять что значит переключиться вот я уже много где рассказывал про пройти переключение чтобы это понять осознать и понимать что это делать ну вот принципе то что вокруг нас это ну как бы есть мы спокойны правильно когда мы там телевизор смотрим там с ребенком играем там про подушечку мягкую думаем это ну принципе есть позитив вот это и есть переключение да я потом но дело в том что когда ты только заходишь вот в тренировке в этом состоянии у тебя не получится то что ты потом научишься налегке делать со временем через тренировки да я потом мысли свои менял я их убирал я как бы мысли приходят а я начинаю про другое думать я это сигнарирую и сразу про другое думать начинал но это у вас сразу не получится это это нужны тренировки чтобы к этому прийти комплекс тренировок очень разные очень разные работают на переключение первый момент нужно осознать что значит переключиться потому что люди они там смотрят на этот телевизор смотрят на эту подушку или на это дерево но они все равно гоняют мысли они все равно думают про свое состояние а это ты не переключился потом она как-то происходит 50 на 50 ты в голове сидишь и уже часть вроде отвлечен но все равно ты там крутишь потом там 70 на 30 уже ты как бы полностью уже вообще оттуда пересчелкнулся а потом уже на сто процентов ты пересчелкиваешь но вот это видео у меня так происходило это я так видел как вот у меня оно было переключиться очень тяжело я вам скажу на первых этапах когда у тебя сильная тревога и вот эта руминация когда отца как магнитом переключиться очень тяжело потому что один из моментов ты уже сформировал это тревожное мышление это способ твоего мышления ты все время думаешь про это вот он у тебя все время крутит а теперь тебе нужно формировать другой более спокойное мышление то есть переключаться за счет переключения ты тренируешь более спокойно свое мышление ну там плюс еще разные факторы работают замена убеждений понимания что это не так как ты думаешь то есть вот такие вещи так да я точно запасы никто не хочет мне навредить желаю мне добра люди меня любят и я люблю людей интересно жизнь безопасно никто не хочет мне навредить а вот у вас здесь уже похоже как на как это на маньякальность что якобы вам кто хоть кто-то хочет навредить вот есть такая ну это маньякальность называется женщина выходит на улицу и она думает что все мужчины на нее обращают внимание и что все ее хотят там ну понимаете то есть это такой момент но это ошибка в мышлении на самом деле на женщину там особо никто на нее не смотрит и ничего от нее не хотят а это у нее вторая ошибка в мышлении это чтение мысли она думает что так про нее думают понимаете то есть и вот когда ты понимаешь что это не так как ты думаешь что там за тобой никто не следит и никто тебя там не хочет там мы с тобой что-то сделать то ты это осознаешь как бы но это нужны примеры чтобы человека переубедить в этом что-то не так он думает она начинает осознаваться менять свое убеждение что это не так понимаете то есть это вот есть такие моменты ошибки в мышлении когда человек делает он не правильно думает делать неправильные выводы именно из-за ошибок в мышлении потому что это не так на самом деле как он думает а значит он в это верит значит он думает что это так как он как он в это верит на самом деле это не так вот чем дело да совершенно верно то что мы себе говорим мы начинаем со временем в это верить то есть мы встраиваем свои вот эти нейросети мы встраиваем убеждение внедряем туда убеждения и мы то что мы себе говорим мы со временем начинаем в это верить совершенно верно да вот это у вас есть такой до момент многие а когда семьи неблагополучные дети попадают в ловушку вот этого то что я помните называл раньше выученная беспомощность то есть все стрессовые ситуации что у человека вызывают тревогу опасные ситуации правильно и у вас была ситуация когда отец вас держал постоянном напряжении то есть вы находились постоянно стрессовой ситуации соответственно что у вас формировался этот опыт у вас и формировалось такое мышление что опасно нужно защититься спрятаться то есть формировалось это мышление вы оказались в ловушке своего мышления ловушки своего тревожно негативного вот этого мышления его получили вы из негативного опыта и вашем могу все пошли развиваться фобии что мир опасен что мир опасен а значит нужно быть всегда готовым потому что в любой момент с тобой что-то может произойти и вот так ты попадаешь постоянное напряжение ты в постоянном ты в постоянной получается готовности ты постоянно ждешь что что-то сейчас там с тобой произойдет на тебя кто-то нападет там но какая-то неприятная ситуация и все из-за этих шаблонов мышления человек попадает автоматически постоянное напряжение то есть в постоянное его могут правильно как сказали мир опасен а значит будет готов всегда и все а быть постоянно в напряжении невозможно почему потому что мы устроены так что нам нужен стрессовая ситуация потом организму нужен отдых разрузка восстановиться а из-за нашего мышления неправильных убеждений вот этих схем получается что у нас опасность опасность круглосуточная соответственно что соответственно ты в напряжении получается находишься круглосуточно круглосуточно а соответственно дальше какие вытекающие дальше у тебя появляется больше фобий то есть вот это весь букет начинает больше и больше всего в тебе развиваться прикрепляться ты больше вот этих всех негативных моментов начинает приобретать больше триггеров становятся корзоневроз подключается психосоматика у тебя начинает там дергаться непроизвольно глаз там у мука нога то есть немец там там но это все оно именно и за тревоги и за напряжение происходит идет такая как говорят разбалансировка вегетатики и больше и больше у тебя начинает фобии появляться страхов ты этого пугаешься неверно это трактуешь его так ты больше больше как бы себя начинают запугивать запугивать но запомните всем там лечат нервы там в основном все эти доктора надо лечить нервы но нервы здесь ни при чем поймите одну вещь нервы здесь ни при чем нервы это всего лишь проводник горят мирные клетки не устанавливай вот и это я думаю блин у меня как я думал когда не знал думал блин я уже в этом состоянии столько лет меня колбасит штормит тому со мной черти знает что происходит а нервные клетки не восстанавливаются я думаю у меня уже там они все растрепанные разболтанные там они подмирали по погибли что моя нервная система уже настолько растрепанная там истощена что я уже никогда не буду нормальным человеком но вот я сижу перед вами перед вами вот я сижу перед вами который прошел через вот этот весь ад вот я живой как бы относительно здоровый при своем уме там они чешусь не топчусь не не колочусь то есть по виду спокойный человек правильно пройдя все эти этапы практически там наверно на 99 процентов что присутствует при вот этом расстройстве я через это все прошел через это все прошел и вот сейчас я сижу перед вами и вышел без я пробовал препараты пробывал но выходил я без них без препарата без препарата выходил с этого состояния из тяжелейшего этого состояния вот поэтому вот вам ответ клетки то есть нервная система здесь ни при чем это делает голова то делает наш мозг это делает наше мышление вот чем нужно работать со своей головой со своим мышлением мышлением они пытаться лечить там нервную систему вот эта ошибка люди начинать нервную систему лечить нужно начинать головой своей работать с ней работать со своими вот этими неправильным способом мышления неправильными установками неправильными убеждениями которые вызывают у нас стресс вот но там все в совокупе это очень обширная такая штука ну вот правильно у вас вот это называется как маньякальность да кто-то хочет навредить что мир опасен что вам кто-то хочет навредить на самом деле по большому счету вы пофиг всем вот но особенно в современном мире что человек человеку волк ты ну да тебя вообще по барабану никому не нужен понимаете вот можете провести эксперимент за нибудь упасть и на траве полежать как бы прикинуться что вам стало стало плохо и потом посчитаете из потока людей сколько человек вам подошло сколько мимо прошло я думаю что количество прошедших мимо будет намного больше чем мы тех кто по к вам подойдет это первый момент понимаете вот и поэтому вот это нужно осознавать понимать понимать и конечно да менять свое убеждение что мир прекрасен и хорош и приводить положительные вот эти моменты почему он прекрасен то есть вот так и формируешь меняешь да свои убеждения и понимание осознавание потому что человек вот например он верит что за ним следят он верит что за ним там маньяк ходит или он верит что его там ограбить хотят это навязчивости понимаете это навязчивый тип поведения называется когда человека там в ней ка сумма денег лежит квартире и он все время ходит и думает что там сосед его хочет ограбить понимаете и у него это навязчивостью становится хотя сосед вообще про не думает про своего соседа сосед у него свои проблемы он про свое думает понимаете ну вот и такие вот вещи где нужно человека переубедить что это не так как он думает но сам человек он не переубедится потому что он свято в это верит он свято верит то что сосед его хочет там ограбить и он его мозг ищет эти причины чтобы подтвердить это например сосед там не так посмотрел на него как бы он хитростно на меня посмотрел и это ему подкрепляет идею что точно сосед меня хочет ограбить хотя сосед он думал про свое просто ну кинул взгляд на соседа как бы это может быть как бы не специально просто автоматически вот ты идешь кто-то мимо тебя проходит ты просто взгляд он бросаешь автоматически вот и все а человек это уже трактует из-за вот этих когнитивных искажений у нас уже ситуации трактует трактует по его мозг воспринимает так как он со своим убеждением относится к этой ситуации через через восприятие линзы восприятия наше зрение там услуг то есть мозг воспринимает информацию именно через призму его убеждения он отсеивает иной вариант а именно фиксируется на том варианте на на том варианте как хочет увидеть хозяин этого мозга понимаете как оно происходит и поэтому он воспринимает только ситуацию именно с позиции своего убеждения при этом не видя либо игнорируя но он этого не понимает это может сделать иной вариант этой ситуации понимаете и он свято в это верит в очередь на настолько в это верит что это так он настолько глубина в этом убежден поэтому психология дело тонкая петруха так не забывайте поддерживать канал лайками вот этими не забывайте по возможности поддерживать нас финансово каждому по возможности закрепи есть все данные как вы можете поддержать канал вот вот такие моменты так у кого еще есть какие вопросы позитивно да еще вот такой момент а вы интересны когда человек находится в негативном в подавленном состоянии то есть иными словами в определенной степени депрессивности то у него может работать интересно очень мозг он может отфильтровывать позитивные вещи а фокусироваться именно на негативных то есть вот то что я рассказывал человек не видит позитивных моментов а именно он будет фокусироваться на негативных моментах и тем самым он больше будут расстраиваться и больше будет новым просаживаться в смысле депрессивного вот этого состояния депрессивного ощущения то есть этой подавленности и чем больше его мосток будут работать он больше 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 будет собирать негативную информацию это так интересно происходит и просто на этом фокусируешься ты просто фокусируешься на негативных вещах там разные такие моменты происходят Делаешь неправильный вывод Ой, птичка там окно ударила Значит я умру И вот на таких моментах Начинает мозг сфокусироваться Экдот про замороженную курицу О, Ирина Смотрите, у нас появилась Ирина Видно, она освободилась С работы пришла На прошлом эфире Я подсказал один из моментов Как попытаться переключиться С наблюдения за своим телом Либо руминацией Это приложить Либо холодную курицу Замороженную курицу Либо замороженные ягоды К тому месту Где более Как бы Где более не грубая А более такая Ласковая, скажем, кожа Чтобы ощущения были ярче и лучше И вот Ирина нам сейчас Расскажет Какой с ней Анекдотичный момент Произошел с этой курицей Ну давайте Рассказывайте А я буду вслух Зачитывать Зачитывать С нашим Зрителям Которые присутствуют Сегодня на эфире И Потом Впоследствии будут смотреть Наш эфир Ну рассказывайте Что произошло Ну пока Ирина нам Целую эпопею пишет Вот Вот что я вам сегодня Рассказал Позитив Да я точно так себе говорю Не видеть Вот я сам себе проговариваюсь Убеждаюсь Смотрите Разницу между Проговариванием И визуализацией Это две разные штуки Штуки Визуализация Это когда ты себе воображаешь Что-то Какую-то картину Делаешь А проговариваешь Это речевая структура Но Эффект Получается Намного лучше Когда Ты проговариваешь И себе визуализируешь Одновременно То От этого эффекта Он еще мощнее становится Потому что Первое Мы говорим Себе встраиваем Убеждения Второе Когда мы себе Визуализируем То есть Мы себе воображаем То мозг Эту картинку Он воспринимает Ее за реальность Что как будто Это вот Есть сейчас И всем этим Мы одновременно Одновременно Откем себе Вот эту паутину Формируем себе Новую дорожку Формируем себе Новую дорожку То есть Визуализация Воображение Она Очень хорошо Помогает При выходе Вот с этого Состояния Она Если мы Ее еще Присоединяем К слову К речи То это Дает Более Такой Усиливает Эффект От этого Я ее даже Не донесла Спазм С груди Смотался Испугался Курица Замороженная Ну это Вегетативное Проявление Но заболел Желудок Попробую Применить И здесь Спасибо Ну а Смотрите Ирина Желудок Вот это Оно Как вам сказать Переключение Оно Вот с руминацией Курица Вот помогает Когда ты Крутишь Не можешь Переключиться Либо Постоянный Контроль Своего Тела Ведешь А когда Вот идут Эти проявления То есть Такое Есть Такое Упражнение Это Наблюдать Например Наблюдать Образами Квадратик Там Кружочек То есть На болевое Место Ты налаживаешь Образ Визуализации Как бы Работаешь Но интересно Я этого Не делал Дело в том Что если Вы пугаетесь Этих Проявлений Которые С вами Происходят Вот Серк там Зажало Где-то У вас Страх Сразу Возникает Вот В этот Момент То есть То что Связано С вопросом Именно Страха За За сердце За то что Ты умрешь То есть Эта привязка Идет к страху Тому что Ты умрешь Я работал Через Визуализацию Воображал Сначала Себе Животного По Джона Кэха Там Медведя Я Проговаривал И воображал То есть Практиковал Чтобы у меня Получалось Делать Вот Вот В этот Момент Получалось Делать Вот то что Воспроизводить Себе Визуализацию Одновременно Проговаривая Себе 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 Ощущение Проговаривая Проговаривая Мышцы Начинаю Начинаю Объясните Я Со временем Пришел К этому Это Ну то есть В моем Объяснении Чтобы вы это Поняли Вам тяжело Это будет Понять Как это Происходит Вот Раскусит Так Так Ну что На сегодня Наверное Будем Заканчивать Нашу Трансляцию Спасибо За ваши Вопросы Спасибо Что вы Присутствовали На Эфире На Эфире На Субтитры